Привет, друзья! Знаете, что это у меня в руках? Это у меня в руках Car ABC, мини-i-box, при этом это, знаете, как у нас? H5 Magic, Car ABC, ABC H5 Magic. Очень крутая тема. Это, знаете что? Ну, вы очень видели у меня много на канале таких вот устройств, вот по типу такого, да, но это устройство, оно немножко отличается. Оно отличается тем, что здесь у нас есть и HDMI, и беспроводной CarPlay, и беспроводной Android Auto, и полноценный Android из 4G, и в различных комбинациях, еще и с Netflix, и достаточно быстро работает, мощно работает. На Adreno 610, ускорители, то есть вы можете здесь, знаете, варьировать, и поиграть, и посмотреть что-то, и поуправлять, и еще и с беспроводным Android Auto или CarPlay. Настолько прикольно, что действительно нас очень сильно заинтересовало, хотя и цена тоже, я сейчас вам покажу, тут цена, цена у него, нифига себе, под 149 баксов. Короче, на канале Технозон, поехали! Смотрите, мы на сайте продавца CarABC, H5 Magic Box, с беспроводным этим, господи, как его, Android Auto и CarPlay, ссылку разместил в описании под видео, цену пойдете для вашей страны, сами посмотрите. Но мы с вами, но мы с вами посмотрим на основные моменты, которые здесь есть. Совместимые девайсы, так, 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 это то, что у нас есть на текущий момент, для айфонов iOS 10 и больше, только лишь для проводного, то есть вот эта штука подключается через провод CarPlay, если в вашей машине нет CarPlay, то извините, она вам и не зайдет, то есть у вас должен быть проводной CarPlay, ну, здесь они рассказывают очень много разных фишек, того, куда подключается, есть список совместимых авто, там, Mercedes, Chevrolet, Audi, Opel, Jeep, Audi, Volvo, Nissan. Я так понимаю, что, скорее всего, оно несовместимо с BMW, на BMW там отдельная вообще своя тема, с BMW это, в принципе, больная, больная действительно тема BMW, у всех, наверное, она больная, там, все болеют этим BMW. И, что самое интересное, ну, короче, я уже могу это закрывать, для меня тут все понятно, здесь у нас внутри стоит Snapdragon 6125, достаточно мощный проц, 4х64, 4G-модуль, само собой, все это с Qualcomm-овскими модемами и 5-гиогерцовый Wi-Fi есть, к тому же, который неплохо работает, достреливает у меня 50 метров до офиса. Ссылку на продавцов закинул в описании под видео, вообще, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а сейчас мы с вами его распакуем, посмотрим, что у нас в комплекте и потестируем на моем автомобиле с поддержкой этого самого проводного CarPlay. Смотрите, то есть, он у нас в такой коробочке, сам по себе CarPlay, он светится, вы дальше увидите, мы его подсоединим, здесь есть неоновая такая подсветка, диодная, снизу у нас рифленочка такая приятная, из интерфейсов. Очень прикольно, что есть у нас HDMI, вот он, можно дополнительные мониторы тулить, есть у нас разъем для microSD-карты, записали фильмы, поставили, попользовались, посмотрели чего-то в дороге, либо музыку записали, то есть, у вас нет необходимости, там, дополнительных каких-то хранилищ. Есть у нас разъем для SIM-карты и Type-C, больше здесь ничего нет. В комплекте, богатый комплект, в плане того, что здесь есть вот такая штука, обычно у таких устройств, у мощных устройств, есть проблема недостаточного питания от проводного CarPlay, который есть в автомобилях. Начинаются отвалы, перезагрузки и тому подобное. Здесь эту проблему решили с помощью такого переходника, который включается вот по такой вот схеме. Вот у нас есть схема, вы включили в дополнительный, грубо говоря, зарядничек, включили его в ваш CarPlay и подключили устройство к нему. То есть, эту штуку, ну, дальше тоже покажу схему, как подключить. Очень удобно. Есть у нас Type-C на Type-A и Type-C на Type-C, плюс скрепка для открытия вот этого самого лотка для SIM-карты. В принципе, все, я готов подключить и перейти уже потестировать. Перешли. Ну что, друзья, смотрите, мы все настроили, подключили. Вот он, пожалуйста, лежит, он, конечно, красиво светится, действительно красиво, то есть, он весь переливается. Подключили по схеме в зарядник, включили USB-шечку и включили через вот этот вот оно. Покажу, покажу поближе. USB-переходничок. Вот в него сам по себе этот CarABC. Вот именно по вот такой вот схеме это лучше всего, когда ему будет хватать всего питания. Управлять мы этим делом можем разными способами. Мы можем, конечно же, сенсорной панелью управлять. У нас есть вот такая вот кнопка навигации, которую вы можете перетаскивать с домиком назад, настройкой, там, микрофоном и всему остальному. Также у нас он поддерживает управление автомобиля, если у вас таковое имеется. То есть, он подключается через стандартный CarPlay. И я еще сюда влупашил Bluetooth-пульт. То есть, я могу Bluetooth-пультом, могу аэромышкой. То есть, я обыкновенный G10 взял, BTS, который, и вы знаете, вообще отлично работает. То есть, мне настолько сильно нравится. То есть, классная тема, смотрите. То есть, вы можете оперировать пультом, как TV-боксом. Класс. Теперь, смотрите. Ну, давайте, буду показывать, так, чтобы вам не маячили мои пальцы на экране. У нас с вами есть настройки. Идем в настройки. Конечно же, у нас есть 5-Гцовый Wi-Fi. Мы можем в него зайти. У нас сейчас подключен мы от офиса, недалеко. Он с офиса берет. Также у нас есть Bluetooth-ик полноценный, при этом который интегрирован в телефон. Мы здесь можем управлять мышкой, а можем управлять беспроводным CarPlay'ем. К нему еще вернемся. Или беспроводным Android Auto. Информация о приложениях. Различные настройки. Настройки навигации. Есть у нас поддержка навигации. Оригинальные настройки автомобиля. Разрешение Video HD. Здесь мы можем менять с вами разрешение видео, дабы система не зависала. Параметры HDMI. Так как у нас есть HDMI, к сожалению, у меня mini HDMI нет и дополнительного монитора нет. Но мы можем к вот этому mini HDMI подключить дополнительный монитор. И будет у нас еще, грубо говоря, дополнительная штука. То есть мы можем сюда взять, подключить дополнительный мониторчик. И, само собой, еще и звук выводить на HDMI. Вот это, кстати, прикольно. То есть мы, по сути, можем сделать дополнительный монитор в нашем автомобиле. Хорошая тема. В других параметрах, ну, здесь абсолютно все уже. А, стоп, голосовой помощник. У нас голосовой помощник есть. Стоп. Google, конечно же. Все. В настройках больше показывать нечего. Сейчас проверим интеграцию на системы автомобиля. То есть если мы зажмем голосовой помощник, пожалуйста, появился Google. То есть у нас простой Google. Это в этом интерфейсе. Мы еще к CarPlay'у вернемся. То есть здесь у нас все работает. Сейчас проверим по громкости музыки. А, слушайте. Мы сразу же будем с вами проверять не только музыку и управление. Еще и YouTube. Ну, давайте. Давайте YouTube Music. Я сейчас выберу. Давайте. Вот мой клип. Который я, в принципе, сам записывал. И попробуем регулировку громкости на автомобиле. То есть, да. Все работает. Все совместимо. Кнопки подхватило. Включаем следующий трек. Все. Все работает. То есть, нормально. При этом. Громко. Оно через интерфейс автомобиля идет. Все отлично. При этом еще и декодирует отлично само по себе видео. И заодно мы с вами протестировали YouTube Music. Есть здесь YouTube Music. Все хорошо. Кстати. Мы можем воспроизводить с вами музыку прямо с телефона, который подключен через Bluetooth у нас. А у нас через Bluetooth сейчас подключен мой телефон. Через стандартную систему автомобиля. То есть, он подключен к этой штуке. Очень классное решение, потому что вы можете проигрывать из двух источников. Мы установили туда еще карту, SIM-карту. Да, он может сам проигрывать. Может с вашего телефона проигрывать. А может проигрывать еще и через Android Auto. Многоцелевая фигня. На самом-то деле. Давайте посмотрим на технические характеристики. В системе. Это у нас Qualcomm DSB0230 устройство. Никогда не видел такого. Продукт S10A. ОЗУ 4 гигабайта на 64 хранилища. Bluetooth версия 4+. Давайте посмотрим, что у нас там по центральному процессору. Qualcomm Snapdragon. Ну, они видите, пишут серию. Мы с вами уже смотрели какой. Это на Крио ядрах. 4 ядра по 1,8 ГГц. 4 ядра. Это у нас low profile. Это high profile. То есть, это у нас низкоэнергоэффективные. Это мощно-производительные. У нас 4 ядра по 2 ГГц. И 64 бит система. Кстати, ну, очень неплохо. Достаточно производительно. За отображение отвечает Adreno 610 Qualcomm. Частота обновления 30 Гц. Само собой. Ну, самоинтересно, поиграть можно даже. Сеточка. Он сейчас... Я туда засунул карточку Vodafone. И Wi-Fi у нас с коннектом 97 Мбит. Во-первых, он достаточно далеко. Очень далеко. Он у нас в офисе. Это AX7000. Хер пойми где. Наверное, метров сколько? 50, да? Да. То есть, все хорошо. Ну, и доступа к температуре. Не знаю, есть, нету. Да, температурный режим оно у нас мониторит. Тут с температурой вообще ничего такого плохого нет. И дело в том, что проводить родлинг-тесты на такого рода устройстве, безэкранного, абсолютно нет никакой надобности. Пробуем, как у нас работает сеть. Имеется в виду Wi-Fi и, конечно же, 4G. Стартуем. Наше любимое действие. И у нас получается... Ну, это мы в 50-70 метрах от офиса. 79-80 Мбит по 5 ГГц. Это очень даже неплохо. То есть, в принципе, для меня это вот был такой немаловажный фактор того, что вы можете раздавать на данное устройство, допустим, с 4G смартфона. Но я не вижу смысла. Я думаю, что сюда нужно использовать внешнюю карточку, именно которую отдельную вы ставите. И она будет брать интернет именно оттуда. То есть, с интернетом я вообще вопросов не вижу. Сейчас мы попробуем, как он с 4G нашим работает. Убираем настроечки. Я сейчас вырублю Wi-Fi. При этом это же вы можете оперировать все и пальцами в том числе. При этом вы же можете все это оперировать и пальцами в том числе. То есть, у вас нет ограничений по методу управления. Давайте вернемся в спид-тест. Я специально буду так иногда подключаться. И сейчас пробуем 4G подключение. Так, стартовали тест. Но, ребят, тут уж Vodafone. Это дело такое. Тут надо ориентироваться на то, что может наш Vodafone. Потому что я предпочитаю Kyivstar. Vodafone у нас в городе работает просто-напросто шикарно. Ну, вы поняли, да как? То есть, здесь 4G. И максимально, что я получал... Ну, вот на отдачу он более-менее работает. Там до 10 мегабит в пике. Kyivstar у меня здесь показывал до 25-30 мегабит. Поэтому тут вообще бояться этих цифр не нужно. То есть, то, что сейчас показывает Vodafone, это проблемы самого Vodafone, к сожалению. Короче, ребят, решил поменять с Vodafone на Kyivstar. Потому что, ну, вы понимаете, с такими цифрами мы далеко не уедем. Поэтому переделаем сейчас тест. Kyivstar GSM. О, о чем на Vodafone умеряет. Во, а Kyivstar, как я вам и говорил, смотрите. 22, 23, это еще и на вражеского оператора, грубо говоря так. То есть, нормально здесь все с 4G. И проблем я тоже, кстати, тут не вижу. Вот видите, 20 мегабит, это нормальный показатель. 21 на загрузку и там 16-15 на отдачу. Пойдет. Вообще, очень достаточно приятная штуковина. В плане того, что вы здесь можете развлекаться, смотреть музыку, ой, слушать музыку, смотреть кино. Например, мы можем там загрузить Netflix, в моем случае, и просто-напросто посмотреть фильм. Выводиться это будет все на штатную систему вашу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Зачем так громко? Вот, пожалуйста, фильм воспроизводит. Все, все, все у нас шикарно работает. То есть, развлечения, даже игрушечки какие-то вы сможете поиграть. Мы можем посмотреть GPS Test Plus. Ждем. Нашел он сейчас у нас в использовании 6 спутников в обзоре 32. При этом он отличный показывает результат. Смотрите, вот 3D Fix, именно статус, да. У нас все отлично в зеленой зоне. При этом мы можем спокойно использовать карту и навигацию. Мы еще дальше дойдем с вами до одних интересных моментов. Вот, пожалуйста, у нас карта. Карта работает отлично. Например, мы давайте вобьем куда-нибудь. Поедем в Кишинев. Мне интересно. И построим маршрут. Все, супер ОВА. Работает? Работает. Нажимаем в путь, да. Да, добро пожаловать. Ура, ура, ура. Нажимаем в путь и можем ехать. Направляйтесь на север. Супер ОВА. Тоже хорошо. Из вот этих вот всех управлений, да, которые мы здесь видим. Вот это вот, вот этот момент, это у нас Netflix сейчас, да, там, или U96, это с моего смартфона играет. Мы можем с вами, кстати, выбрать интерфейс автомобиля, включить. Видите, он подключен по интерфейсу Apple Play Car. Можем зайти обратно. И у нас есть еще одна опция, которую я хотел бы показать. Ну, кроме того, что здесь есть телефон, на вот эту вот карточку, на Киевстар. Сейчас мы попробуем позвонить. Она в штатную систему нашего автомобиля присоединилась. Слушаем. Алло. Мама, привет, ты на видео, ты на тестах, все как обычно. Скажи мне, ты меня хорошо слышишь? Очень. Очень хорошо. Прям вот вообще лучше в жизни никогда не слышала. Как будто рядышком сижу, да? Да, 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 да. Спасибо, дорогой мама. Да я тебе еще перезвоню с другой версии обзора. Давай, давай. Хорошо, спасибо. Все, пока. Вот, пожалуйста, это у нас через карточку, которая есть в самом Carra ABC. Так, а вот теперь один интересный момент. У нас есть Speed Play. Speed Play прикольная штука. Я сейчас просто отключился от Android Auto, но эта штукенция поддерживает еще и Android Auto. Традиционный. Традиционный Android Auto беспроводной с моего смартфона, с Asus Rogo, он берет сейчас Android Auto. То есть я могу положить смартфон, и кроме того, что у нас там есть, мы можем еще и управлять Android Auto. Здесь мы уже, конечно же, с вами можем использовать AeroMesh то же самое, чтобы вы понимали. При этом можем использовать те же самые инструменты управления, которые были. То есть мы можем нажать, выбрать приложение. У нас там есть Game Snacks, различные там Viber и все остальное. Ну, традиционный Android Auto. И уже отсюда мы тоже можем совершать звонки, можем делать навигацию. То есть у нас есть полноценный Android Auto. И слушать отсюда музыку. То есть давайте мы прямо здесь в YouTube Music. И вот, пожалуйста, мы с вами включили проигрывание. У меня сейчас на музыке то же самое. И все проигрывает только через Android Auto. Все. То же самое. Опять же, смотрите, интеграция на руль. Мы можем переключать те же самые треки. Давайте вернем обратно, чтобы играло то же самое. Мы можем с вами зажать и получить Google Assistant только уже в Android Auto. То есть здесь правильная интеграция. Он не будет вызывать внутренний вот этот вот интерфейс. То есть у нас здесь есть полноценный Android Auto с полноценной реализацией. Именно беспроводной. Еще и с малой задержкой. У него достаточно нормальная мощность для того, чтобы обеспечить работу беспроводного аналога. Но при этом вы должны понимать, что в режиме Android Auto отключается у нас Wi-Fi. Конечно, очень удобная штука. Я ее очень сильно рекомендую. Особенно с учетом того, что здесь можно подключить внешний HDMI. Самому по себе идея внешнего питания тоже отлично. Полноценный Android соединен с Android Auto с возможностью подключения каких-то штукенций по типу пультов. Это вообще просто-напросто классная тема. То есть я вот просто в восторге. Очень быстрая штука. Очень быстрая. Не обращаем внимания на пятна. Это, само собой, уже такие, знаете, издержки производства. И при том, что вы здесь можете браузить. Например, там зайти в Google Chrome. Получить полноценный доступ к интернету. Вот, пожалуйста, вот наш интернет. Все, ребят, готов. В принципе, это и есть наше резюме. Мы действительно рекомендуем приобретать вот именно вот такой вот CarABC. Тут, в принципе, знаете, не стыдно. Это тот случай, когда не стыдно что-то рекомендовать. Классная штука. Все, с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.